Здравствуйте, с вами Анна Балиет, программа «Открытый урок». Наш новогодний выпуск расскажет о ярких событиях в сфере образования, интересных людях, творчестве. Как всегда, в начале новостная рубрика. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет. Чудесное время, когда все вокруг напоминает о любимом празднике, инсталляции, украшения, красочные огни новогодней елки. Всюду царит особенная атмосфера. И, конечно, сопровождением новогодних торжеств была и остается музыка. Ведь именно она создает по-настоящему праздничное настроение. Вот и в Медвежо-Озерской детской школе искусств новогодний концерт – это добрая традиция. Традиция – собираться вместе, дарить творчество. Сегодня на одной сцене педагоги и учащиеся. Ну а в зале самые близкие и родные родители и друзья. Это и всегда их звездный час. Вы же понимаете, как сложно стоять на сцене и донести вот тот музыкальный материал, и вот там исполнительский материал, там хореографический. Это всегда большая ответственность. Тем более сцена достаточно большая. Красивая декорация на сцене, да? Прям такая торжественная зала. По-другому не назовет. Белый рояль. Но все это обязывает, соответственно, там соответствовать этому моменту. Всей души хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать крепкого здоровья, ярких впечатлений, всех благ. Я регулярный гость таких концертов музыкальной школы. Я наслаждаюсь просто выступлением деток, музыкантами юными и гитаристами, и тех девочек, мальчиков, которые занимаются на фортепиано, и скрипачей. Эмоции самые лучшие, какие можно получить. Хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, здоровья, благополучия, положительных эмоций, больше встреч в Новом году, больше исполнения желаний. И, конечно, Новый год – это еще и время подарков. А если подарок от чистого сердца, то он особенно ценен. Гигам Погосян – художник, член Союза художников России. Вот уже несколько лет, помимо изобразительного искусства, занимается весьма интересным и в то же время нужным ремеслом – изготовлением мольбертов по собственной технологии. Здесь он постарался учесть все особенности работы художника. Функциональные мольберты рассчитаны под различные виды холстов. Ну и, конечно, как известно, немаловажной составляющей таких конструкций является качество. Пожалуй, этот фактор – основополагающий для мастера. В прошлом году Гигам участвовал в молодежном форуме «Таврида», где ему был присвоен грант на реализацию проекта – дарить юным художникам Подмосковья, учащимся в художественных отделениях и школах, регионам мольберты собственного изготовления. Всего таких мольбертов 100, и 20 из них были подарены ребятам Медвежо-Озерской школы искусств. Я вот ищу, где нуждаются люди, чтобы подарить и получить такую радость. И от этого радости я сам очень вдохновляюсь. И, конечно, такой подарок не мог не обрадовать ребят. Девчонки, нравится вам мольберта? Да! Любишь рисовать? Да. Я люблю выбирать яркие краски, и там, ну, такие картины выходят, что я прям радуюсь. С Новым годом! Да, Новый год – волшебная пора, когда даже взрослые на мгновение могут вернуться в детство, поверить в сказку, чудо. Новогоднее представление «Щенкунчик» детской школы искусств имени Розума представленное учащимися и преподавателями учреждения, словно погружает в удивительную атмосферу волшебства, где знакомый сюжет, история добра и дружбы разворачивается прямо на глазах, словно отправляя всех и детей, и взрослых в удивительное путешествие с любимыми героями под музыку Чайковского. Иван Сергеевич Тургенев – русский классик, поэт и писатель, один из самых знаменитых писателей XIX века. В ноябре 2018 исполнилось 200 лет со дня рождения Тургенева. Он родился в городе Орел в богатой помещей семье, принадлежавшей к древнему дворянскому роду. Литератором же стало относительно поздно, как считалось в то время. Первые произведения были написаны в начале 40-х годов, но стремительно привлек внимание к своим работам. Интеллигент, талант, аристократ – именно таким видели Тургенева его современники, но все же была в его личности какая-то загадка. По-настоящему русский писатель, классик, и сегодня его произведения интересны как старшему, так и подрастающему поколению. Тургенева мы начинаем читать еще в школе, изучая вечную тему отцов и детей, историю Аси, романтичную и трагичную первую любовь и многое другое. Так от кем же видят писателя современные школьники? В Щелковской гимназии прошел творческий вечер, посвященный Ивану Тургеневу. Но так хорошо, как свежие были розы. Теперь зима, мороз запушен с теплым окном, в темной комнате горит одна свеча. Старшеклассники подготовили выставку Тургенев «Моими глазами», где представили авторские стихотворения и портреты, эссеи, коллажи, письма писателю и многое другое. Работа каждого из ребят по-своему уникальна. Так необычен, жив и честен сближаешься с народной душой. Так необъятен, пылк и интересен литературой стал ты головой. В своем письме я хочу обратиться к вам с огромной благодарностью за ваше творчество. Вы подарили нам огромное количество непокновенных произведений. На уроках литературы мы вспоминаем вас, как великого русского писателя. Вы вечно будете жить в наших сердцах. Организовали выставку заведующая школьной библиотекой Диляра Тарагберова и учитель русского языка и литературы Наталья Бирюк. Как признаются сами педагоги, для них было важно дать возможность ребятам раскрыть весь свой творческий потенциал. А потому каждый участник выставки мог представить свой проект в свободной форме. Всего же в ней приняли участие 39 учеников 10-11 классов гимназии. Изюминкой этой выставки, на наш взгляд, является именно творчество детей, их глаза, их виденье, творчество великого писателя. Для нас вообще эта выставка особенная. Основным для меня было заранее не смотреть работы детей. И сегодня впервые я познакомилась с авторскими стихотворениями. Я услышала письма. Работы детей меня, конечно, поразили своей глубиной. И я считаю, что уроки, посвященные Тургеневу, уроки доброты, они не прошли даром. В пейзажных зарисовках мастер любил Россию большей жизни. Он с детства не познал то счастье, что мы считаем светлым, чистым. Люби его за красоту природы, дарованной в романах стольких. Героев полюби за скромность, порой за мужество и стойкость. Люби того, кто сам любил не раз. Люби бездомно, бескорыстно, с рвеньем. Такой в литературе был один писатель. Иван Сергеевич Тургенев. Когда не задумывались, какое огромное количество мусора будет у нас и с вами? О том, что переработка мусора – это важная глобальная тема, должны знать не только взрослые, но и дети. И чтобы они использовали это в посетительной практике, нужно начинать обучать на обычном уроке, уроке географии. Увлекательный экскурс проблем раздельного сбора отходов в России и лучшие практики других стран разобрали на занятиях шестиклассники Щелковского лицея. Какие отходы каждый день образуются в обычной семье? И что делать, чтобы зловонные свалки как можно меньше отравляли жизненное пространство? Школьникам объясняли на бытовых примерах. Начали с простого. Заглянули в мешок с мусором. Картонная коробка тоже перерабатывается. Пластмассовая коробка. Так, тоже на них есть значки. Вот он, зелененький значок. То, что пластик некоторый перерабатывается. Пластиковая упаковка и поделась. Так, хорошо, давай еще что у нас там есть. Тара. Тара, вот картонная коробка. Так, стеклянную бутылку я нашла. И что же с нашим мешком происходит? Он опустошает. Так, посмотри. Поднимай, показывай. То есть, какой у нас был мешок и что осталось? А все это можно отправить на переработку. Урок строился на сравнении. Объемы отходов сопоставляли с горой Эльбрус. Сроки разложения мусора в возрастных поколениях. Сминали опыт японцев, строящих из отходов искусственные острова. И шведов, которых с детства приучают к сортировке мусора. Епидантичных немцев. Ученик Илья живет в загородном доме. Его семье уже давно занимается мусоросортировкой. Бумагу и срезанные ветви деревьев мы сжигаем в специальные бочки. Пластик и стекло мы выбрасываем в специализированное место для сбора мусора. А также в отдельный пакетик мы складываем использованные батарейки и лампы. Рассказали детям и о региональной программе раздельного сбора мусора и о первоконтейнерных площадках, установленных около многоквартирных домов. Уже есть 19 площадок, на которых вы можете встретить специальные контейнеры двух цветов. В одни контейнеры мы складываем, видите, зеленый такой с белым значок, то есть складываем мусор, тот, который можно переработать. Ученики согласились. Дальнейшее расширение площадей под полигоны неминуемо приведет к экологической катастрофе. Выход один – сортировать мусор. И все полезное, включая алюминиевые банки из-под напитков, направлять на изготовление новых вещей. Я узнала о том, что уже в других странах начинать об этом думать. Мы пока что мало, не то, что в других странах. Я узнала, что надо начинать с малого, то есть хотя бы батарейки, лампочки, пойти просто рассортировать мусор. Расскажешь вообще об этом уроке? Да, расскажу обязательно. Что давайте, собирайтесь, надо сортировать мусор. Можно просто отделять, покупать несколько пакетов разного цвета желательно. И один предназначать для стекла, другой для пластика, другой для бумаги и картона. Хотелось ребятам рассказать более подробно, как они могут сохранить нашу планету и что они могут сделать сами. То есть не ждать, например, даже родителей. Я стараюсь как можно меньше использовать пластиковые мешки, когда иду в магазин. Использую многоразовые. Сортировка мусора не завтрашний день, а существующая реальность. И к этой действительности нам придется привыкнуть ради будущего детей. Знакомство с культурой и традициями другой страны всегда увлекательно. Ученькам из семи школ Челковского района выпала такая возможность. Ребята и их руководители провели неделю в немецком городе-побратиме нашего района Хеймери по приглашению бургомистра города Михаэля Хайльмана. Этой дружбе вот уже более четверти века и важным элементом побратимских отношений всегда был обмен учащимися. Так делегация посетила несколько немецких городов. Ребята и их руководители осмотрели достопримечательности, побывали на рождественских ярмарках и базарах. Школьники жили в немецких семьях и посещали уроки в гимназии вместе со своими сверстниками, где прокатиковались в общении на иностранных языках. Очень дружелюбные дети. Мы сразу нашли со всеми общий язык. Больше всего мне понравилась обстановка в Кёльне, ярмарка, Кёльнский собор. Это новая страна, и мы о ней ничего не знали до того момента, как мы приехали туда. Очень жалко было расставаться с семьей, со всеми. Подготовленная принимающей стороной программа была насыщенной и интересной. Важной ее частью стало возложение цветов к памятнику советским воинам в местечке Дула. Сохраняют память об этом. Там существует музей еще этого концлагеря. И обязательно нашим ребятам подробно рассказывают каждый раз. Это как раз тоже было об этом концлагере. Безусловно, поездка произвела большое впечатление на ребят. Но ответный визит немецкой делегации запланирован на весну 2019 года. Рассказывать можно бесконечно долго, но мои самые яркие впечатления – это впечатления о стране, о крупных городах, о Дортмунде, о Кёльне. Мне очень понравились их рождественские ярмарки, рождественский антураж, люди. Очень важно было познакомиться не просто с культурой немецкого народа, а с культурой именно молодежной. Что такое детский сад? Ответ на этот вопрос знают все. Рано утром с понедельника по пятницу он встречает своих воспитанников. Но А.А. Болдинский детский сад на один день превратился в съемочную площадку популярного сериала «Склифосовский». Заглянуть туда и пообщаться с актерами удалось и нам. Дорогие друзья, в канун Нового года мне хотелось бы пожелать вам всего самого доброго. Мы сейчас работаем над сериалом «Склифосовский», связанный со здоровьем, вернее, за борьбу за здоровье людей. Поэтому хочется пожелать вам, чтобы вы не болели, хочется пожелать вам оптимизма, чтобы как можно больше его было в вашей жизни, хорошего настроения, просто добра и счастья. Щелковская школа номер 8, 65 лет. В теплой атмосфере учреждение отметило свой юбилей. На праздники побывали и мы. 65 лет назад Щелковская школа номер 8 распахнула свои двери перед мальчишками и девчонками. Это был 1953-й. За все эти годы учреждение дало путевку в жизнь тысячам своих учеников. И сегодня, спустя десятилетия, оно продолжает обучать ребят, воспитывая в них лучшие качества. И хочется с гордостью сказать, что у нас 7 педагогов-победителей нацпроекта. Два педагога стали лучшими учителями России. 58% наших педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 38% первую. Мы гордимся своей школой. Мы любим ее. Любимая школа с годами только краше ее юбилей. Праздник для всех, кто когда-то учился в этих стенах и учится сегодня, кто когда-то обучал и продолжает давать знания. Педагоги, ребята, родители, выпускники, ветераны педагогического труда, почетные гости сегодня собрались вместе, чтобы отметить эту дату 65 лет. Школа – это особый мир. И школа всегда у каждого человека ассоциируется в первую очередь со знаниями. Конечно же, с педагогами, с учителями, которые с первого дня поступления в первый класс и до крайнего дня выпуска из образовательного учреждения всегда несут огромную ответственность за то, что они делают. Для каждого времени были свои задачи. И каждый директор выполнял их, не жалея сил, не жалея времени. И то, что это здание, которому 65 лет, сейчас в таком состоянии, это заслуга, без сомнения, всех директоров, всех пяти директоров, которые руководили и руководят этой школой. За эти годы менялось многое, но неизменным оставалось то отношение к образовательному процессу, традициям, что передаются здесь из поколения в поколение. Вот уже много лет руководит школой номер 8 Марина Дерягина, она же председатель районного совета директоров школ. История любой школы, роженичности директора, она определяющая. Марина Ивановна, например, человек, у которого нет мелочей в принципе, у нее нет мелких дел. Не просто так уже много лет она бессменно руководит советом директоров школы. Это не просто общественная работа для галочки, это реальная помощь советным делам молодым директорам, начинающим. Марине Ивановне хочется пожелать всего хорошего, счастья, здоровья, потому что она отличный директор. И я всегда буду гордиться за то, что у меня был директор Марина Ивановна. Небольшое уютное здание, где каждый чувствует себя как дома. Школа номер 8. Сегодня здесь обучается более 560 ребят. Среди них немало талантливых учеников, в чем, безусловно, заслуга и их преподавателей. Коллектив учреждения, а это 32 педагога, люди неравнодушные, люди, которые выбрали делом жизни такую благородную профессию. И изо дня в день передают свои знания подрастающему поколению. И в конце выпуска наша рубрика «Вопрос-ответ». Дорогие наши младшие друзья, а вы знаете, кто такой стеклодух? Стеклодух – это тот человек, который из стекол делает разные игрушки и фигурки новогодние. Выдувают из стекла разные стеклянные вещи, посуду. Плавят стекло и через трубочку делают новогодние игрушки. И мы потом их покупаем и делаем, наряжаем елку. Дорогие старшеклассники, какие у вас новогодние традиции? Есть ли у вас новогодняя традиция наряжать елку? Моя семья придерживается такой традиции, то, что мы любим, когда в нашей квартире стоит живая елка, так как маме очень нравится запах ели, и это всегда запах Нового года, новогоднего настроения. Мы наряжаем елку семьей. К сожалению, уже ближе к Новому году я бы делала это намного раньше. У нас сейчас родился маленький братик, и он очень любит огоньки, очень любит рассматривать игрушки. И в этом году мы в том числе и наряжали для него. У нас есть очень одна милая традиция. Мы стараемся ежегодно выбирать цвет нашего года, и в этот цвет мы наряжаем елку. В этом году мы выбрали фиолетовый. Наша елка полностью фиолетовая. А также мы любим готовить вместе 31 декабря новогодний ужин. Это все очень весело и мило. 31 декабря мы обязательно собираемся вместе всей семьей, готовим праздничный ужин, наши любимые салаты и также горячие блюда. А еще 31 числа мы обязательно перед боем курантов надеваем колпак на нашего любимого кота. Ну, мои новогодние традиции – это украшать елку всей семьей. Елка у нас искусственная, потому что это удобнее, она долговечная. Игрушек у нас много, гирляндами все украшаем, комнату, балкон, все-все-все. Обычно мы это делаем где-то к концу декабря, и весь январь она у нас стоит, находится, создает новогоднее настроение. Всегда встречая Новый год, мы подводим итоги уходящего 2018 года. И хочется сказать, что система образования Щелковского муниципального района находится на высочайшем уровне. Конечно, хочется сказать огромные слова благодарности всем педагогам, всем воспитателям, всем педагогам дополнительного образования за их труд, за их усердие, за их талант. Родителям, которые делают все возможное, чтобы их дети были на высоте. И, конечно, особые слова благодарности хочется выразить нашим воспитанникам, которые прославляют Щелковский муниципальный район. Я хочу пожелать, чтобы в новом 2019 году все задуманное сбылось, чтобы в каждом доме царило счастье, удача. И, конечно, я хочу, чтобы в следующем, в 2019 году мы с вами достигли тех результатов и тех высот, которые по плечу всей системе образования Щелковского муниципального района при тесной поддержке наших уважаемых родителей, бабушек и дедушек. С Новым 2019 годом! В Новый год мы всегда желаем добра, мира, благополучия, счастья. И, конечно, хочется пожелать ожидания чуда, чтобы эти чудеса обязательно свершились, обязательно сбылись, чтобы наши дети радовали нас своими успехами. И эти успехи – это не обязательно отличные оценки. Иногда это хорошо рассказаны стихотворения, какая-то песня или, может быть, танец, который исполнил ваш ребенок. А иногда, может быть, даже первые шаги, которые свершил ваш ребенок – это уже чудо. Уважаемые взрослые, я желаю, чтобы у вас в этом году не было потерь. Пусть будет только прибавление, прибавление семейства, прибавление благополучия. Пусть совершится то, что вы задумали в новогоднюю ночь. Я хочу вам пожелать, чтобы Новый год для вас был праздником, потому что вы его сделали чудом для кого-то. Вот у меня есть дети, я для них готовлю праздник. Вот когда я готовлю для них сюрпризы, подарки, у меня сразу появляется новогоднее настроение. Если у вас есть возможность подготовить сюрприз, подарок соседям, друзьям, подготовьте, сделайте это. И когда готовишь чудо для других, чудо происходит и с тобой самим. Чудо переходит к тебе. Поэтому я вам желаю, готовьте сюрпризы, готовьте подарки, делайте чудо вашим любимым, близким, окружающим. И чудо обязательно с вами произойдет. И у вас будет счастливый, прекрасный праздник. С наступающим вас Новым годом! И на этом наш выпуск подходит к концу. Радости и счастья вам в Новом году, успехов и отличных оценок в учебе и работе. С вами была Анна Балиет и программа «Открытый урок». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова